Привет, я Дрякин, а это Порядок слов. Рубрика о словах и их значениях. Сегодня мы поговорим о гражданском обществе. Сколько я не искал в различных энциклопедиях трактовку термина гражданское общество, везде встречаются какие-то сложные для понимания определения, поэтому я постараюсь объяснить все как можно понятнее. Гражданское общество — это общество с развитыми экономическими, политическими, правовыми и социальными отношениями между людьми. При этом такое общество должно быть независимым от государства. Высокий уровень самоорганизации и саморегуляции как раз является важной характеристикой гражданского общества. Термин гражданское общество был введен еще древнегреческим философом Аристотелем. Под ним Аристотель понимал сообщество свободных и равных граждан. При этом гражданское общество философ противопоставлял другому — политическому обществу, то есть меру профессиональной политики. А в 17-18 веках гражданское общество противопоставлялось абсолютистско-феодальному государству. С государством у гражданского общества вообще складывались достаточно противоречивые отношения. Например, английский философ Томас Гоббс полагал, что государство превалирует над гражданским обществом. А французский философ Шарль Монтенскео считал, что гражданское общество — это общество вражды людей друг с другом. И для прекращения этой вражды общество как раз и трансформируется в государство. Карл Маркс и Фридрих Энгельс полагали, что гражданское общество является первичным по отношению к государству, а гражданская жизнь скрепляет государство. Англо-американский философ Томас Гоббс полагал, что в то время как гражданское общество — это благо, государство — неизбежное зло. Согласно современным воззрениям, гражданское общество должно контролировать государство, неусыпно следить за соблюдением конституционных принципов, обеспечивать баланс между государственной и коммерческой сферами, а также продвигать общественные интересы. Для успешного существования гражданского общества в стране должен быть соблюден ряд условий. Это наличие демократии, правовая защищенность граждан, большой удельный вес среднего класса и так далее. Важно наличие частной собственности. Тот, кто впервые расчистил участок земли и сказал «это мое», стал подлинным основателем гражданского общества, считал французский философ Жан-Жак Руссо. В 2011 году вышел аналитический доклад по итогам реализации в России проекта «Индекс гражданского общества». Доклад был подготовлен Высшей школой экономики и Центром исследований гражданского общества. В докладе отмечалось, что несмотря на неплохие показатели организованности, в России гражданское общество не оказывает заметного влияния на социальные и политические изменения. В России отсутствует налаженное взаимодействие между гражданским обществом и органами власти. Сами граждане слабо участвуют в его деятельности, что связано с низким уровнем доверия гражданским организациям. Тем не менее, в докладе отмечается, что среди россиян существует запрос на усиление роли гражданского общества в жизни страны. С вами был Роман Дрякин. Следите за выражениями.